Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в симулятор ребёнка, который отправляется в мир снов. Игра называется Among the Sleep, и если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Да, игра не новая, но от этого не менее крутая. Поехали! А ещё я установил русскую озвучку, должно быть вообще просто... Ну, посмотрим. Оу, Эд, где я? Я такого не помню. Я в какой-то кишке. Да, я когда-то начинал в неё играть, лет шесть, наверное, назад, но так и не продолжил. Что, зайчик? Уже всё? Осторожней, а то разобьётся. Окей. Так, осталась всего минутка. Мамочка только проверит, чтобы с тортом всё было в порядке. Хорошо, мамуль. Я, оказывается, был не в кишке, а в стакане. Вот дела. Мамуль, не уходи, мне страшно. Тут всё такое... Так, пасли. ...большое. Блин, мамуль, ты тоже стрёмная, если честно. Давай сюда торт уже. До рождения, зайка. Ну, спасибо. Что насчёт торта? Сегодня тебе два года. Давай, давай. Два куска побольше. Упс. Кажется, я знаю кое-кого, кто хочет тортик. Да, да, да. Давай уже сюда его. Чух-чух-чух-чух. Ту-ту. Ааа. Ам. Норм. Давай ещё. А вот и вкусняшка. Прямиком в туннель. Чух-чух-чух. Оу. Кто мешает, есть торт. Мам, прогони его. Давай есть торт. Я... Сейчас вернусь. А что по поводу торта? Ой. Что ты здесь делаешь? Я просила тебя, не приходи. Не спокойно. Я просто принес подарок. Я передам его за тебя. Теперь выходи. Брось. Ты выгоняешь. Это за рождение моего ребёнка? Да. Решил немного погромче сделать, друзья, игру. Эй, зайка. Это я. Смотри, что у меня есть. Ой, да ладно, что ты заливаешь? Интересно, что же там? Это батя принёс. Давай-ка поднимемся и узнаем. Просто вы в разводе, да? Грустно, конечно, но... Ох, боже. Сколько же ты съела? Два. Давай ещё третий, может. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Где? Давай. А что с тортом? Типа всё уже? Она сама его съест. Я вам говорю. Сто процентов. Это подстава какая-то? Она не хочет давать мне торт. Крилби-тайт-студио. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это всё потому, что я не поел торта. Смотрите, торт поглотила тьма. Представляет. Среди снов, внутри снов. Ну, тут уютненько. Вот и пришли. Давай посмотрим, что там. Ну давай, поглядим. Может, это новая игрушка? А может быть? А может быть там торт? Это Мишаня. Сейчас я торт доем и вернусь, да? Ты хотела сказать. Ну давай, удачи. Приятного аппетита, мамуль. А с игрушкой не... Ладно, я, по крайней мере, могу ходить. Это круто. Я уже большой и взрослый. Смотрите, я на двух ногах. Я могу подбирать предметы. Например, кубики. И даже бросать их получается. Всё, я вылезаю отсюда. Так. Да, я умею ползать. Я очень смышлённый ребёнок. Кто там смеётся? Тебе смешно, да? Это тот медведь. Используйте шифт, чтобы перейти на бег. Окей, я умею. Здорово. Эй, а вот и я. Меня зовут Тедди. Приятно познакомиться. Эй, а тебя как зовут? Саня. Олег можешь называть меня, если... Не любишь говорить? Ты просто не хочешь слушать. Давай поиграем. Давай. А когда он успел оказаться в коробке? Ты отвернёшься, а я спрячу розового слона. Ну, хорошо. Погоди, Мика. Иди сюда. Отвернись и закрой глаза. Ещё немного сенсу подрегулировал, потому что очень резкие движения были. Я закрываю глаза. Окей. Вот. Можешь искать. Давай. Ага. А куда бы ты мог спрятать этого слона? Я думаю, ты спрятал его в шкаф. Нет? В нижний шкаф. Окей. В верхний шкаф. Надо бы туда вскарабкаться, посмотреть. Молодней. Э. Ладно, я сейчас найду. Подожди, не парься. Сейчас, сейчас, сейчас. Теплее. Теплее, я думаю, где-то... Теплее. Вот. Вот тут, может быть, внутри. В шкафу. Я так и знал, что всё дело в шкафах. Ой. Точно там? Теплее или не теплее? Тепло-тепло. Так, а куда ещё теплее? Я и так в шкафу уже. Ладно. Холоднеей. Ха. Ну, всё ещё холодно. Ну, ладно. А, во, 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 я вижу, я вижу, я вижу, я вижу. Я нашёл. Я нашёл, я нашёл. Да, 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 я молодец. Ты нашла его. Да, спасибо. Но это было весело. Ты будешь моим новым другом, я так понимаю, да? Ого. Это музыкальная шкатулка? Она работает? Я не знаю. А где вообще? Нифига себе, ты тут беспорядки устраиваешь. Давай залезем наверх, посмотрим. По идее, должна работать. Сейчас, я заберусь туда. И попробуем. Ну, довольно миленькая. Соглашусь с тобой, пожалуй, медведь. Ты и тут прав. А что дальше будем делать? Какие предложения? Посмотреть на руку или что? А он решил чем-то ещё заняться. Чем бы ты хотел заняться, дружище? А это что? Это книга. Это называется книга. На засушливом холме стоят пять разверушек, страдающих от жажды. Пить хотим, пропели они и начали копать. Если не найдём мы воду в этом колодце. Распрощаемся друг с другом. Навсегда мы, братцы. Я вот, знаете, чего, друзья, я никогда не понимал? Есть люди, которые общаются с детьми, как, знаете, с умственно отсталами. Типа, ой, а что это такое? Ой, бибика, пипика. Ну, я не понимал. Зачем так общаться с ребёнком? Это странно. О, а что это? Это поповозик. Давай побегаемся в поповозик. Пип-пип. Так, кнопочка. Я нажму кнопочку. Я умственно отсталый, детёныш. О, ого, смотри, он едет. Понимаете, да, о чём я? Это странно. Эй, посади меня к себе на спину. А, ну давай, запрыгивай. Я буду тебе Рексом, а ты будешь всадником. Давай, забирайся. Нам нужно какое-нибудь тёмное место. А, ты что задумал, а? Например, твой шкаф. Ну, а зачем тебе туда? Я так и не понял. Я что-то пропустил, видимо. Ну, давай заберёмся в шкаф. Нужно полная темнота. Закрой дверь до конца. Ты что предлагаешь мне? Ни фига себе. Нужно полная темнота. Да я понял. Закрой дверь до конца. Ну, ты выдумщик, медведь. Чудесно. То, что нужно. Ты хочешь меня до инфаркта довести, да, медведь? Надеюсь, тут нет чудовища. Да, 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 да. Надеюсь, нет тут чудовища. Но кто оставил эти следы? Если тебе вдруг станет страшно в темноте, Просто обними меня покрепче. Может, тебе станет легче. А, он освещает дорогу. Не думаю, что нам следует быть тут. Давай будем осторожными. Мне это не нравится. Если тебе это не нравится, может быть, мы просто выйдем из шкафа? Хотя это больше похоже на какую-то кладовку, и здесь явно кто-то царапал пол. Ой-ёй-ёй. Там что-то шевелится? Это тень. Почему она шевелится? Ну, давай выйдем отсюда, если тебе не нравится. Не нравится. Я тоже не в восторге от темных мест. Вообще не в восторге. Что это было? Я не хочу проверять. Честное слово. Кажется, что-то приближается. А вот и ты. Почему ты в шкафу? Медведь сказал мне. А, развлекаешься со своим новым другом? Он сказал, залезь в шкаф. Привет, мистер Медведь. Приятно познакомиться. Как у вас дела? Перестань прятаться от мамочки. Это ты прячешься от меня и ешь торт. Я не прячусь. А то мамочка будет очень грустить. А теперь пора в кроватку. Опять она меня в кровать запихивает. Если ты пряжешь сейчас, то завтра встанешь пораньше и будешь играть со своим другом целый день. Хорошо. Я поймал тебя на слове, мамуль. Имея в виду, я все запомнил. Но все равно ты какая-то криповая, серьезная. Голос приятный. Голос нравится мне. Ну ладно. Сладких снов и тебе, мамуся. В комнате темно, но за дверью светло. Что бы это могло значить? Миха, просыпайся. Эй, 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 эй. Его кто-то утаскивает или в него просто вселилась нечистая сила? Его кто-то утаскивает. Я думаю, тут дело в другом. Кто смотрел фильмы про одержимых людей дьяволом, да? Они там начинают летать по воздуху, ползать по потолку и так далее. Принимают всякие страшные позы. Вот тут то же самое. Медведь одержим. Медведь явно одержим. Но кровать-то он не мог перевернуть. Хотя мог, почему бы и нет? Он пытается меня куда-то заманить, может быть? Ладно, я, конечно, пойду за ним. Кью и Е, чтобы заглянуть за угол. А у меня не заглядывает он. А, только стоя можно. Сидя нельзя. Нельзя сидя, да. Очень неудобно. Ну ладно. Давай попробуем открыть дверь. Так. Аккуратно. Там никого нет. Фух. Так, убираем. Я думал, что сейчас день в доме. Вот освещение было похожим на дневное. А оказывается, нет. Ну, вроде ничего. Я тут. Он внутри. Он стопудово внутри. Так, нужно его спасать отсюда. А как? А как отключить? Выдернуть из розетки разве что? Миха. Давай пробовать. Я буду держать тебя, знаешь, что в руках. Хоть и не сильно, но ты делаешь все ярче. Но с Мишей в руках не получается заглядывать за угол. Одеты. Давай-ка иди со мной. Я лучше... Нам лучше не шуметь. Нельзя, чтобы оно нашло нас. Оно кто оно? Это твой господин, медведь? А ты всего лишь прислужник дьявола? Так, я не хочу ходить и на коренках, потому что темно. Ну, это просто однотипное пальто. Мне страшно. А чем бы нам просто не остаться было бы в кровати и все? Может, мама уснула возле телевизора? Только и всего? Все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд? Мам! А! Ага! Вот оно как! Оно на кресле-качалке. Прикиньте, сейчас заходит ребенок на кухню, а там мама с безумными глазами пожирает торт. Вот это было бы прикольно. Ладно. Какой-то рисунок. Вот это было бы реально прикольно и эпично. Так. Что за кассеты хоть? Какой-то фильм про камень? Про самураев, про кракули и про кота. И про... Про кошку? Я бы выключил телек, он реально действует на нервы. Очень сильно бьет по мозгам. Вырубай давай. Так, я выключил телек, но звуки продолжают издаваться. Черт. Что это разбилось? Что-то на кухне? Мама... Ага. Бананы. Хватит бить посуду. Можно не бить посуду в нашем доме? Пожалуйста. Я спрячусь тут, нормально? Оно ушло отсюда, по крайней мере. Надо ручку открыть. Так, хорошо, а как? Разве что здесь вскарабкаться как-то, попытаться. Не знаю, получится ли. Не залазит. Ну, а как забраться наверх? Вообще, в идеале, было бы подняться где-нибудь вот тут. И сверху уже подергать ручку. Не, в духовку я не буду залазить. Что-то так себе идея. А вдруг она включится? Нам бы вот наверх подняться. Ну, разве что по шуфляткам. Вот так как-то. Фух, это диван всего лишь. Во, получается. То, что нужно. Давай. Отлично. Так, мы наверху. Это я что-то нажал или нет? Нет, это был не я. Открыл. Так, Миха, снова давай ко мне в руки. Блин! Сволочь! Что за стремную одежду носит моя маманна? Это что за звуки? Это что-то... Ну, почему? Все такое серое и черное. Что это за гардероб? Мам? Мне страшно, да? Надо прятаться. Сердце сильно забилось. Ну, вот я и решил от греха подальше. В шкафу отсидеться. Ну, похоже, зря. Тут ничего нет. Рисунок не берется. Я хочу его взять, но нельзя. Идем тогда дальше. Опа. А это удар, да, какой-то? Кто-то ударил в стену. Я бы взял метлу и... А-а-а! И поганой метлой бы вымел все зло из этого дома. Вот нам точно туда стоит идти? Похоже, что да. Выбора нет. Таков путь. Ну, сви... Это супер! Стремная комната. Самая стремная, что я видел в жизни. Все темное. Эх! Что-то трясется, щелкает. Сейф закрыт. Еще один удар. Видели в стену? И еще один. Стены начинают трескаться. Я закрою за собой. А не буду закрывать. А вдруг придется убегать? А вдруг кто-то за спиной? А-а-а! Тяжело. Так, нам нужно наверх. А как? Ну, разве что как-то на лету пытаться не нажал. Почти получилось, но не нажал. Прыгаем! А, я понял. Смотри. Вот так. Давай. Ну, смышленный, смышленный малыш. Очень. Маман, там монстр у тебя под кроватью. Вон он, смотри. Очень страшный. Очень злой. Ну, просыпайся. Доброе утро. А там не маман, а там медведь. Давай. Давай, просыпайся уже. Ты офигела? Оба. Кто-то ломится. В шкаф. Кто куда? Я в шкаф. А, похоже, в шкаф не нужно. Ладно, а почему тогда одеяло шевелилось? Если ее там нет. Так, а что у нас в шкафу? Да, как я и думал. Родители в разводе. И она почему-то не дала повидать бате меня. Странно. Почему? О, мы как будто бы круг сделали и вернулись обратно. Как такое возможно? И я слышу голос ее. Тед, может ты, тебя же Тед зовут? Да, может ты это, поболтаешь со мной хотя бы немного? Ну, как-то разряди обстановку, ты ж медведь. Пошути шутки какие-нибудь. Блин, опять этот диван, он страшно, уберите его. Из этого дома. Пожалуйста. Не надо. Что он делает? У меня медведь. Я вооружен медведем. Я просто мимо пройду. Не прячь медведя никогда. Всегда держи его в руках. Там какая-то искаженное пространство. Ну, надо спускаться туда. Поехали. У нас нет выбора, мы должны это сделать. Это она. Эй, ау! Погляди на мамину подрезку. Видишь отражение? Это ты и я. Она принадлежала твоей бабушке. Я думаю, она нас не слышит. И она кажется, словно не здесь. Может быть, это воспоминание о ней? Может быть. Так, у нас есть подвеска. Ее можно будет для чего-то использовать. Для решения головоломок, может быть, каких-то. Но пока, друзья, на этом мы с вами остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Счастья вам. Любите своих родителей. Пока.